Здравствуйте, на нашем канале мы неоднократно обращались к великой группе Led Zeppelin, рассказывали об ее участниках почти всех. Конечно, неоднократно ссылались, потому что Led Zeppelin для многих это наше все. Мы тоже придерживаемся такого мнения великая группа. Но есть очень интересный момент в ее истории, а именно создание своего, можно даже так смело сказать, лейбла Swansong Records. Почему возникают такие вопросы у множества великих групп? Хотя таких групп не множество, извините за каламбур, но, например, те же Beatles создавали Apple Records, Rolling Stones, Rolling Stone Records. И в 1974 году, когда Led Zeppelin вообще были могущественны, пик формы, полное поклонение публике, и здесь выдающийся успех, коммерческая сторона была вообще суперовая. У Джимми Пейджа возникла идея создать свой лейбл записи, свою студию, свою фирму грамзаписи. Рекордс, как мы говорим. Питер Грант и менеджер группы это всячески поддержал. О Питере Гранте мы рассказывали в нашем канале, потому что Питер Грант всегда мог решить любой вопрос, как никто он мог договориться с любыми людьми. И поэтому дело зимы 1974 года, с января месяца, быстро закрутилось, и в мае 1974 года уже праздновали открытие лейбла. Конечно, задачи озвучивались с большим подъемом и творческие. Тот же Роберт Плант говорил о том, что вокалисты Led Zeppelin это делается не для заработка денег, у нас и так полно, а мы хотим помочь раскрутить многие коллективы, которые это заслуживают, но в силу тех или иных причин у них это не получается. Очень разумная мысль. Джимми Пейдж, инициатор создания лейбла, вообще сказал, что задача тоже видится помочь коллективам раз, а во-вторых, мы устали, выпуская свои собственные пластинки, иногда отставать тот или иной момент, начиная с дизайна обложки и любых других нюансов. Вы знаете, что процесс выпуска пластинки это очень многоуровневый, зачастую сложный, спорный процесс. Поэтому это упрощает задачу. Единственное, что осталось за основным лейблом Led Zeppelin Atlantic Records, это дистрибьюция. Потому что Swan Song можно проще назвать дочерний лейбл Atlantic Records. Потому что дистрибьюция, продажи, они очень важны от наличия крупного монстра раскрученного, как Atlantic. Для того, чтобы не рисковать, группа пошла на такую сделку с Atlantic. Это все прокатило. В мае 1974 года, повторюсь, уже были организованы в Великобритании, в Штатах, вечеринки по поводу образования нового лейбла. И, в общем-то, и тут не обошлось без казуса. Питер Грант страшно матерился на одной из вечеринок, потому что вместо лебедей, Swan Song, это лебединая песня, дословно напоминаю вам, пригнали гусей или что-то под гусей изображенных, не лебедей, в общем-то. Ну, есть, наверное, разница между лебедем и гусем, но факт, что ругня была капитальная. Логотипом выбрали картину английского художника-символиста 19 века Уильяма Римера. Да, вы увидите, Swan Song сразу запоминается. Ну, и Пейдж, как всегда, с загадочностью прокомментировал, что умирающие лебеди издают своеобразнейшие звуки. Ну, на самом деле, они никаких звуков не издают своеобразнейших, но, тем не менее, это звучало поэтически, красиво. Многие увидели в логотипе чуть ли не самого Роберта Планта и так далее. Ну, красиво все было сделано, подача. Но вот самое главное другое. Вы знаете, что у Битлз, что у Rolling Stones у них, конечно, не получилось так, как у Swan Song. Я имею в виду в плане такого количества новых, выдающихся артистов, которые и новых, и старых, но раскрутилось в Swan Song. Например, первый подписант этой фирмы громзаписи стали легендарнейшие Bad Company. Как раз фактически Питер Грант и задумывал все делать под Bad Company. И действительно, Bad Company своей феерической пластинкой 1974 года, о Bad Company мы на нашем канале рассказывали, первые места в хит-парадах, наделали очень много шуму. И можно сказать, что старт у Swan Song был феноменально успешен. Феноменально успешен. Следующей командой, которая выпустила у них арбом, это были The Pretty Things, ветераны британской сцены, который знал и Page неплохо, и Роберт Плантон, и их альбом Silk Torpedo 1974 года. Тоже очень и очень неплох. Группа приобрела, вы знаете, такую какую-то монументальность, наверное, за счет того, что с такими людьми работала. Плюс, конечно, и коллектив-то Pretty Things, он очень-очень хороший, ветераны британского блюза. И пластинка вышла неплохая. Покупали ее, как смеялись, в основном из-за обложки. Там, да, такая полуголая красавица изображена. Но нет, вчера переслушивал в очередной раз этот альбом. Достойная глэм-роковая пластинка. Очень-очень качественный материал. Конечно, и себя, Zep, и не забывали. Physical Graffiti выпустили они, двойник. А это всегда говорили, что двойной альбом по тому времени, это был статус. Это могли позволить себе они многие. Вот Physical Graffiti, Нос Ван Цонг, это многие фанаты Zeppelin считают лучшей пластинкой. Кстати, я тоже присоединяюсь к этому мнению. Physical Graffiti у меня всегда была, почти всегда, любимая пластинка. У Led Zeppelin. Выдающийся альбом, даже вкратце скажу так, что Иплант и Пейдж, Иплант, извините, и Пейдж считают, что Им бы хотелось, чтобы лицо группы было все-таки не Starway to Heaven. Песня, а именно песня Kashmir с альбома Physical Graffiti. Это уже о многом говорит. Питер Грант подписал свою давнюю знакомую. Выпустили они альбом, очень даже прекрасный. Это Мэгги Белл из Stone the Crows команды. Альбом называется Suicide Cell. В 1975 году вышел он. На двух песнях там сыграл сам маэстро Джейми Пейдж. Подыграл. Но Мэгги Белл это фактически аналог британская. Дженис Джоплин. Но здесь есть один нюанс. Конечно, отсутствие материала как такового. Она классно поет. Ковера просто великолепно. Но, например, тот же Vision Well is Free. Песня Free на этом альбоме. Но своего материала недостаточно. Понимаете? Одно дело, когда она была в группе, когда с ними работал Питер Грант, Stone the Crows. Мы тоже рассказывали о них на нашем канале. Но там была беда, когда Леса Харви гитаристов убила током в 1972 году уже группа. Ну, как таковая. Но Мэгги-то осталось. И вот. Но, вы знаете, хороший материал. Отличный материал. Так что послушайте. После этого, после Мэгги Белл, знаковая, конечно, пластинка вышла. Presence Led Zeppelin. В 1976-м они пытались там поймать свой звук уже. Немножко другой. Это совершенно другое. Это даже некий симбиоз. Можно смело назвать некого прото-металла. Но тут чего скрывать. Все, что выпускает Zeppelin, это всегда высшая, как говорится, точка, высшая пилотаж. И это даже не обсуждается. Из таких, более-менее, хороших альбомов на Swan Song, недостаточно раскрученных, выделим детектив. Это, да, так называется, группа. В 1977-м году выпустили пластинку. Их называли мини Led Zeppelin. Хороший альбом. И барабанщик классный. Там, в числе прочих, и Тони Кейк, клавишник, бывший из ЕС. И гитаристы из Steppenwolf. Там крепкий был коллектив. Но тоже материала, как такого, не было. Две песни на ура, остальное все такое, скажем, проходняк. Поэтому ценители хард-рока, конечно, эту группу знают и уважают. Но это так, стрельнуло фактически на раз. Очень интересная пластинка вышла на Swan Song в 1979-м году. Это Dave Edmonds. Repeat When Necessary альбом называется. В общем-то, она, чем хороша Dave Edmonds, это такой, знаете, валийский вооруженец Уэльса. Музыкант очень разнообразного плана. Он, конечно, больше всего склонялся к паб-року. Засветился у многих паб-роковых команд. Но у него было то, что многим артистам не достает музыкантам. Его очень интересно слушать. Действительно, вот Плант его настаивал на издании во пластинке. И она пошла. Кстати, классный альбом. Обратите внимание на Dave Edmonds. Ну и сам Маэстро, конечно, в 1982-м году, когда, к сожалению, у Led Zeppelin уже все. Были на избихании. Кода пластинка это подчеркнула Led Zeppelin. Вы знаете, после смерти барабанщика в 1980-м году все пошло не так. Но Плант выпустил свой гениальный альбом «Pitcher Set Eleven», где в числе прочих и Хилл Коллин зарисовался на барабанах. Классно. И гитарист там класснейший. Робби Блант. Находка. Там сразу вспоминается песня, фактически аналоговая Кашмиру, Slow Dancer. Поэтому классный альбом. Вот сейчас даже говорю, и то бодрит. Это, что называется, действительная лебединая песня. Ушел Led Zeppelin и распался с One Son Records. Его не стало. И Питер Грант, честно говоря, подустал уже. Не было той кипучей энергии. Видать, все в свое время выплеснул. Вот такой вот экскурс. Вы знаете, все-таки история музыки настолько многообразна, что можно затрагивать различные аспекты этого всего мероприятия. Думаем, что вы обратили внимание на наш ролик. Спасибо за просмотр. Всего хорошего.